Ребятки, всем привет! С вами Дава Дым и сегодня мы находимся в магазине Huka KZ город Алма-Ата по адресу Аблайхана 113. И что же нас ждет сегодня? Анализировав свой директ, я понял, что многие люди не могут правильно понять, как работать с табаком Hi-Prim и как табак Hi-Prim работает вообще, что от него ждать и как его правильно забить, чтобы получить максимально комфортное курение, либо максимально крепкое курение. Сегодня мы об этом поговорим. В действии мы забьем сейчас чашку для максимально комфортного курения, которое у нас даст дымность, даст максимально вкуса и даст среднее количество крепостей, которое вот нужно в самый раз, чтобы спокойно, без напряга и без выебонов покурить. Что у нас есть? У нас есть Hi-Prim и давайте поговорим немного о самом продукте. Я вам просто напомню пару фактов. Продукт у нас из Новосибирска и он на данный момент имеет три линеечки. Первая линеечка это красная, средняя умеренная крепость и есть линеечка черная. Это очень крепко, очень терпко. Ну и для тех, кто очень ленивый, кто немного деградирует в каком-то смысле, есть миксовая линеечка, где сразу уже идут миксы и она у нас содержит два пакетика по 20 грамм и, соответственно, ты можешь смешивать уже как тебе угодно. То есть пакетики абсолютно разные. Теперь давайте, собственно, пройдем к маленькой такой теоретической части, да, а потом уже к практике. Табак Hi-Prim имеет высокую жаростойкость, но при этом не любит, когда очень-очень много жара. За счет этого выделяются иногда не очень приятные ноты во время курения и его очень сложно потом восстановить. Поэтому мы будем сейчас делать, чтобы было все заебись. А ты пока можешь подписаться на канал и обязательно поставить лайк этому видео. И если у тебя будут какие-то корректировочки по данному видео, пиши их в комментарии, мы их обязательно рассмотрим. Мы это я и я, потому что никого больше здесь нет. Давайте, погнали. Возьмем красную линеечку, да, а по вкусу возьмем, наверное, дыня с корицей и вкус Rampage. И сделаем максимально хорошую забилочку. По чашечке у нас пойдет классическая пятидырая чашка-плоскодонка от компании Smoke Lab. Почему именно эта чашка? Да не почему. Потому что она просто здесь была. Вам же подойдет любая чашка, которая имеет более классические очертания. Для равномерного и правильного прогрева и, наверное, стопроцентной отдачи, я не рекомендую использовать фаннелы, либо фаннелоподобные чашки. Нам понадобится шило. Я лично не рекомендую вообще к табаку прикасаться руками. Не потому что, типа, так будет вкуснее, так охуительнее. Просто на смене вы сможете максимально сэкономить больше времени и, конечно же, сэкономить свою энергию и направив ее на правильное КПД. Мы берем шило, берем контейнер. Первый вкус у нас идет Rampage. Мы его просто берем и абсолютно в хаосном порядке вываливаем. Вы можете брать, конечно же, какой-то моно-вкус, один вкус, можете брать миксы, но здесь вся суть идет не в самом миксе, ребят. Здесь вся суть идет, наверное, в том, как правильно его укомплектовать в чашку, как правильно его прогреть, раскурить и, конечно же, дальнейшее обслуживание кальяна, будь вы на смене, будь вы у себя дома. Берем наш второй вкус, это дынька с корицей, очень прикольный и очень хороший вкус. Мы также его абсолютно в хаосе накладываем в чашку с маленькой горочкой, абсолютно с маленькой. Мы не будем бить в касании, мы не будем оверпак. Кстати, если ты помнишь, что такое оверпак, а не касатка, то обязательно тоже ставь лайк. Далее, мы все это аккуратненько разравниваем. Чтобы получить максимальное количество стереовкуса, нам не нужно табак перемешивать в руке, нам не нужно его нарезать. То есть главная задача сделать так, чтобы табак не перемешался с сиропами и не получился обычный компот. То есть мы вот так вот его в хаотичном порядке тоже прибиваем, оставляем буквально там на глазик, знаете, маленький миллиметр для того, чтобы калаут именно днищем не касался табака, а касался лишь только пупырками, которые есть у него на дне. Вот так вот мы примерно сделали и я лично рекомендую всегда делать колодец. То есть при любом обстоятельстве, при любом просто настроении всегда делать колодец. Да, многие скажут, что есть разница, что с колодцем легче, а без колодца крепче. Есть в этом какой-то смысл, но иногда без колодца получается, что просто пропадает тяга, потому что один ебливый конченый листок закрывает твою дырочку и все. Кайфа у тебя больше не будет. Придется снимать, ковырять, терять ту температуру, которую ты уже заранее подготовил для чашки. То есть где-то заранее прогрел все как нужно. И тут ты понимаешь, что листочек все перекрыл, и ты такой, бля, придется сбрасывать всю температуру. То есть максимально легкая забивка, ничего сложного, никаких лишних манипуляций у вас нет. Вы просто забили чашку, хаотично накидав и приравняв примерно на глаз. Нам нужно поставить три уголечка на плитку, а лучше поставить четыре на прогрев, если, конечно, ты мажорчик и можешь позволить один во время курения убрать и покурить как царь. А если ты не располагаешь мажорными качествами, у тебя небогатые родители, и папа не подарил тебе бизнес, тогда просто сразу ставь три, а один оставь про запас на хуевый день. Все, греем их, и, собственно, я вам расскажу немного уже дальше про прогрев и как правильно его раскурить. Бам! Мы, собственно, поменяли локацию, потому что здесь удобнее будет все это делать, и мы воспроизводим ситуацию, якобы я чилю дома, занимаюсь хуйней и готов все-таки раскуриваться. У нас есть калаут, у нас есть чашка. Как вы видите, калаут у меня холодный, я не рекомендую сильно перегревать калаут. Максимум доступная температура калаута, когда у тебя угли уже полностью красные, ты просто калаут бросаешь на плитку, и пока накладываешь в него угли, он будет греться от плитки. Грубо говоря, не больше одной минуты греть калаут на плитке, иначе будет тепловой удар по табаку, и мы получим такой незначительный перегрев для меня, но охуевший перегрев для табака, и он скажет, пизду тебя, Дава, я с тобой не буду дружить. Короче, мы берем калаут, берем чашечку, все это бросаем, и сейчас возьмем колпачок классический от Халил Мамуна. Так, берем 4 угля, ставим 2 в калаут, и, собственно, 2 по бочкам. И накрываем это все нашим колпачком. И, собственно, греем примерно минутки-полторы, а, возможно, даже и одну минутку. Для чего это нужно, я объясню. Твой колпак будет тебе бро, когда он просто будет удерживать горячий воздух во время прогрева, и потом с твоих первых тяжек будет прогонять горячий воздух через саму чашку. Твой колпак не будет тебе бро, если ты будешь греть с колпаком больше 3-4 минут, а потом снимать колпак и раскуривать. Суть колпака тут сразу просто исчезает. Нам поможет наша ладошечка, магическая гарри-поттеровская ладошка. Ты просто подводишь сюда руку над колпачком, и понимаешь, насколько воздух, выходящий вверх из колпака, прогрелся. Нам нужно сделать так, чтобы воздух в колпаке прогрелся до максимальной температуры, а потом ты с помощью 3-4 медленных затяжек начинаешь это раскуривать. Для чего это нужно? Нам нужно прогреть табак не от горячей раскаленной колодки, которая разогрелась от углей, а от горячего воздуха, который в твоем брошном колпаке уже собрался. Грубо говоря, я уже чувствую, что колпак максимально уже прогретый, воздух в нем тоже максимально прогретый. Я беру наш кальян и начинаю медленно раскуривать примерно 3-4 тяги. Вуаля! Наш кальян полностью готов. Как для вас, так и до гостя, с идеально выровненной температурой всего за каких-то полторы минуты. Далее, что мы делаем? Мы не продуваем и во время курения, и когда только начали раскуривать, мы не продуваем, дабы не выдуть горячий воздух из нашего колпачка. Тут, получается, мы сбрасываем наш колпак, немножко продуваем, дабы нормализовать температуру. И все, максимально комфортный кальян за короткое время с табаком хай-прим у нас готов. Этот кальян прокурится необслуживаемо минут 40, когда не нужно менять угли. Но я сразу напомню, если ты бомж, и у тебя есть только 3 расходных угля, то грей чуточку больше, буквально на 30 секунд больше. Если ты мажоришь, конечно же, на 4, как, собственно, мы по-царски это делаем. Все, к углям можешь больше не прикасаться. Единственное, не давай своей бабе курить этот кальян. Забей ей просто какое-то другое дерьмо. Пускай сама на Эмми где-нибудь на балконе курит. Ты же сможешь насладиться хорошим табачком хай-прим. Поэтому вот такой вот маленький курс, как забить хай-прим, в максимально простых условиях, без усложнения, без всяких танцев с бубнами вокруг чашки. Поэтому это Дава Дым, табак хай-прим, магазин HUKA KZ в Алма-Ате, который находится по адресу Абулайхана, 113. Всем пока-пока, не забудь поставить лайк. И если ты желаешь посмотреть в такой же манере другую забивку табака, где я все прекрасно объясню, пиши в комментарии, что же следующее тебе показать. Понял, как за полторы минутки раскурить кальян. Субтитры создавал DimaTorzok